Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Чемпионат Европы по грэпплингу завершился для российской сборной, хотя она выступала не в полном составе, достаточно удачно. Российская сборная заняла первое командное место среди 17 выступавших команд. Среди поднявшихся на высшую ступень пьедестала оказался и рязанский спортсмен Роман Гавриков, который сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем с чемпионата Европы. Во-первых, какое значение в жизни спортсмена имеет такой титул? У вас он уже не первый, насколько я понимаю. Ну, во-первых, чемпионат Европы – это, можно сказать, один из первых таких соревнований, которые носит международный уровень. Для любого спортсмена, я считаю, очень значимо, очень важно достойно выступать именно не только внутри у себя страны, но и на мировой арене. И в конечном итоге, ради чего это все делается, это получить разряд именно мастер-спорта международного класса. Ну и, в принципе, вот такое вот пример значения несет. То есть это выполнение разряда, ну и титула носить, в данном случае, чемпиона Европы. Если говорить о конкретном чемпионате, который ты завершился только что, насколько он сложным был для вас? Были ли схватки, которые вызывали сомнения, или легко досталась победа? Ой, вы знаете как. Я, в принципе, готовясь к этому турниру, понимал, что будет довольно-таки тяжело, но, если честно, даже не ожидал, что настолько. Потому что в этом году у нас, получается, было 16 стран. И так сложилось по ходу соревнований, что лидер соревнований Томазетти в моем весе с Италии, борец был в олимпийской сборной под дзюдо, он оказался в моей ветке, и все ставили на него, что основной соперник будет он у меня. Но, не знаю, по как-то иронии судьбы и по стечению обстоятельств, или вот такой уровень был, Томазетти в первой же схватке проигрывает борцу из Израиля. По базе я классик, то есть греко-римская борьба, олимпийский вид спорта. Ни для кого не секрет, что это силовой вид спорта. Соответственно, отпечаток и в эту борьбу он, как говорится, оставляет. И за выход в финал как раз боролся со спортсменом из Израиля. Как я уже сказал, выиграл основного соперника. Но тут у меня основная задача уже была именно функционально нагрузить его, чтобы немножечко поплыл спортсмен. И потом уже, соответственно, сделать то, что я умею делать. Перевести его в партер и в партере уже, соответственно, контролировать, стараться бороться позиционно. Так, в принципе, и получилось. То есть я оказался, он физически был крепкий, функционально не так был готов, как я. Ну, а в финале так получилось, опять же. Ну, уж по иронии судьбы, я не знаю, как повезло. Нас развели, во-первых, с другом по команде. То есть также парень сборной России. Вот, еще раз скажу, у нас от нашей страны разрешено два спортсмена. Вот, так как у нас такая борцовская, сильная. Ну, то есть вот такое приняли решение. Вот, и получилось, что Илья Аутанисимов тоже дошел до финала. Мы с ним встретились в финале. По сути, у нас был с ним как чемпионат ЦФО. Парень с МОС-области. То есть мы с ним боролись на чемпионате ЦФО. Вот, и получилось так, что на чемпионате Европы мы повторили. Когда так же на ЦФО я выиграл, ну и здесь, соответственно, тоже я выиграл уверенно. Вот, и занял первое место. Вот вы говорите о том, что у вас база греко-римского борца. А почему грэплинг тогда, сейчас, в настоящем? Ну, получилось так, что я получил очень серьезную травму колена, после чего не смог восстановиться. Вот, греко-римская борьба, еще раз повторюсь, очень силовой вид спорта, олимпийский вид спорта. И в силу того, что там идут очень сильные нагрузки именно на колени в основном, то есть получилось, что, ну, не получилось совместить. Начала нога постоянно тревожить. Вот, и я ушел только на тренерскую работу. Вот, примерно в 2011 году я узнал, что такое грэплинг в бразильской джиу-джитсу. Вот, потихонечку нашел канал, начал ездить в Москву, учиться. И вот так постепенно-постепенно, опять же, подключил тренировки, набрал ребят по грэплингу. Вот, и вместе с ними потихонечку рос-рос. Ну, и вот так вот получилось, что начал бороться на соревнованиях. Оказалось, что суставы в этом плане не так страдают, именно с моей травмой. И мне достаточно комфортно там бороться. Вот, вот так вот получилось. При этом на пьедестал международных соревнований вы уже не в первый раз поднимаетесь. У вас есть серебро на мировом чемпионате. Ну, да, в 2014, то есть, получается, году я выиграл чемпионат России. Вот, в 2015 году был чемпионат мира в Москве. Я занял второе место. В этом жизнь профессионального спортсмена, это постоянные сборы, поездки, командировки, как семья смотрит. Понятно, что гордятся, наверное, вами, но при этом довольно тяжело, да, совмещать? Да, вы знаете как. Ну, вообще, то, что я занимаюсь, то, что я, получается, борюсь, вот, в первую очередь, я обязан своей семье, вот, потому что это их поддержка, вот, бесспорно. То есть, моя жена, моя дочка, все победы, как говорится, я посвящаю им. Ну, и в то же время родители тоже поддерживают, как бы смотрят, наблюдают. Вот, так что моя семья, это особую роль играет в моем, именно, скажем так, в моей жизнедеятельности и в жизни именно в спортивной. Вот такое, то есть, за что им большое спасибо. Вот, я, наверное, может быть, пару слов скажу, что я вообще приехал сюда с Красноярского края, то есть, все первые тренера у меня в Сибири, вот, то есть, по греко-римской борьбе, то есть, скажем так, это, скажем так, первый тренер, это второй мой отец, который именно дал мне путевку в жизнь. Вот, затем, после первого курса института я переехал в Рязань, и моим наставником стал уже Хабаров Валерий Николаевич. Вот, он на сегодняшний день является директор нашей спортивной школы Олимпийского резерва «Антей». Вот, также остается быть моим тренером, моим наставником, вот, хотя я уже, получается, немножечко, как бы, отошел в сторону, но те советы, эти подсказки, которые и на сегодняшний день он где-то, ну, дает, то есть, они актуальны. И человек тоже мастер спорта международного класса, то есть, ну, это не просто так, вот, поэтому, то есть, это, вот, мой тренер, большое ему спасибо, вот, за все, что он делает для меня. Также хочется еще поблагодарить и выразить благодарность за то, что конкретно Валерию Николаевичу, всем друзьям, тренерам нашим с нашей спортшколы, которые приняли участие не просто морально, а поддержали финансово, чтобы я съездил на сборы перед чемпионатами Европы. Вот, так получилось, что пришлось искать средства. Вот. Хочется поблагодарить свой клуб «Арта», в котором на сегодняшний день, на базе которого я сегодня тренирую в лице Казбанова Артема. Вот. И отдельную благодарность хочется выразить Шмелеву Алексею, это мой друг и товарищ, который вообще нашел, изыскал средства для того, чтобы я поехал туда на чемпионат Европы. Мало того, он поехал со мной, вот, и поддерживал меня как морально, так и физически, то есть, где-то после схваток, там, вплоть до того, что надо сделать, расслабить мышцы, как на массаж, то есть, переживался, как бы, за меня всей душой. Вот. Огромная благодарность этим ребятам. И хотя вы и говорите, что вы сибиряк, но у нас, в Рязанцах, есть повод вами гордиться. И хотелось бы спросить в дальнейшем, к чему будете стремиться, какие ближайшие соревнования у вас на прицеле, на примете? Ну, значит, по приезду с чемпионата Европы фактически в первый день я уже был на тренировке, вот, потому что следующий старт у меня не менее ответственный, скажем так, будет 26 августа. Вот. Это будет отборочный турнир на чемпионат мира. Турнир называется «Пять звезд». То есть, по итогам этого года в каждой весовой категории будет оспаривать путевку пять лучших борцов с России. Вот. Ну, в том числе я. Соответственно, победитель этого турнира поедет на чемпионат мира в Минск. Ну, и еще один вопрос. Вы с такой заинтересованностью, с вдохновением рассказывали о каждой схватке чемпионата Европы, о каждом сопернике, противнике. То есть, это в определенном смысле психология. Каждый раз перед схваткой нужно изучить тактику и разработать свою. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. То есть, скажем так, это уже такой уровень, что если есть такая возможность увидеть схватки соперника, вот, и изучить его слабые, сильные стороны, вот, то надо, ну, обязательно как-то немножечко делать именно, ну, в первую очередь, то, что ты умеешь делать, ну, и в то же время быть готовым к каким-то моментам, то, что может преподнести тебе соперник, вот, ну, и, соответственно, где-то по возможности использовать его слабые стороны. То есть, ну, в этом, наверное, и заключается уже мастерство и уровень, что уже надо по возможности индивидуально подходить к каждому сопернику. Я, наверное, возьму на себя ответственность от лица всех телезрителей поблагодарить вас за то, что в непростое для спорта время вы занимаете призовые места на международной арене. Мы пожелаем вам успехов на ближайшем турнире. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова